Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Ксения Митулинская и буду сегодня ввести вебинар на тему настройка и администрирования документооборота. Что у нас сегодня в плане? Мы посмотрим. Сейчас мы в интерфейсе программы документооборот CORP. Это демонстрационная база. Демонстрационная база официальная от фирмы 1С. И, как знаете, конфигурация довольно-таки уже ведется разработка много лет, поэтому иногда в этой базе встречаются старые документы. Поэтому, если видите документы датами 2015 года, не переживайте. Для этой базы все нормально, все хорошо. Понятно, что на рабочих базах не смогу показать весь функционал таким образом, которым нам нужно. Мы сегодня с вами будем... Ну, кое-какие наработки и заготовки у меня есть, но в основном мы будем с вами, как говорится, делать магию онлайн, настраивать сразу здесь и смотреть на результат. Изначально, когда... А, тоже еще хочу сказать, что касается... Возможно, кто-то из слушателей присутствовал на прошлом вебинаре о методологии подготовки к автоматизации документооборота, где много говорила про методологию, какие задачи нужно решить перед, в принципе, запуском программы. Сегодня мы будем смотреть исключительно на настройки в самой базе. Мы не будем затрагивать именно методологию. Вопросы, там, какие виды документы настраивать, какие нам нужны. Вот такие вопросы мы смотреть не будем. Если есть желание, можете посмотреть, есть запись вебинара прошлого или, в принципе, планируется проводить такие вебинары сериями. То есть, сможем, в принципе... Смогу еще раз рассказать. Если мы начинаем говорить о настройке базы, первое, с чем нам необходимо столкнуться, это нормативно-справочная информация. Как видите, открыла сразу целую вкладку. Долго мы здесь не задержимся, не переживайте, не будет очень скучно. Обещаю, у нас по плану много интересного сегодня. Давайте сразу покажу, что про НЦИ совсем чуть-чуть расскажу. Потом перейдем к обзору опций при настройке карточки документа. То есть, какие функциональные опции включаются. Выключаются, как они выглядят, что они обозначают. Как без программирования создать доп. реквизит и вывести его в карточку документа тоже без программирования для всех пользователей. Очень интересный пункт настройка от заполнения шаблона документа. Наверное, многие интересуются этим пунктом. Покажу, как настраивать рассылку отчетов и объясню, зачем, в принципе, это нужно. А также пройдемся бегло просто по настройкам программы, посмотрим, какие опции она нам предлагает. Что еще хочу сказать, что не будем затрагивать настройку прав в этом вебинаре. Для этого у нас выделена целая тема, целый следующий вебинар. Он будет проводиться через неделю, насколько я помню, 14 декабря. Где? Подробно рассмотрим, как настраивать права, как отрабатывать логика прав. Именно в документообороте, насколько знаете, там немножко отличаются от других типовых программ на базе предприятия. Что ж, когда мы только начинаем говорить о запуске базы, нам понятно, что базу нужно чем-то заполнить, нам нужна нормативно-справочная информация. заполняется она. Понятно, что я сейчас скажу вручную или автоматически, но вы услышите, как бы как вручную. Мы же не будем забивать, допустим, всех пользователей, там все наши организации, если их 150. Понятно, что легче и проще всего загрузить данные из другой программы. Если эта программа на базе 1С предприятия, то в принципе у вас проблем никаких нет. Можно это сделать типовым способом, через синхронизацию или через бесшовную интеграцию и так далее. Это основные справочники, то есть организация, контрагенты. Контрагенты у нас, кстати, тоже интересно, да, у нас контрагенты в разделе в другом моменте. Контрагенты – это должности, список пользователей, собственно, с должностями, графики работы и структуры предприятия. То есть это, в принципе, такая нормативно-справочная информация, которая у вас в любом случае будет там, либо в ERP, либо в управлении торговлей, либо в бухгалтерии. И ее можно без проблем сюда загрузить. Такую нормативно-справочную информацию, как уже характерную для документа оборота, скажем так, не то, что загружает, а разрабатывает методолог, о чем говорили на прошлом вебинаре. Среди всего стоит отметить, что основным пунктом, да, это являются виды документов, входящие, исходящие внутренние, и все справочники, которые необходимы для функционирования видов документов, да, то есть это настройки связей, это нумераторы, это номенклатура, номенклатура делал, тоже, кстати, отдельно. Если используются проекты, там, НСИ по проектам, НСИ по мероприятиям, что касается еще мероприятий, то НСИ по помещениям и территориям, если используется, там есть такая функция, использовать бронирование помещений. Тоже интересная, расскажу попозже. И так далее. Что интересно, кстати, непривычно не видеть справочника номенклатура, в основном нормативно-справочная информация. Сейчас объясню, почему. Обычно у нас в документообороте нет номенклатуры. То есть, если очень сильно нужно, конечно, можно ее сфорнизировать, вытащить из управления торговлей, из ДРП, или из других, или из бухгалтерии, из других программ. Если очень нужно. А в обычном режиме принято не использовать. Может быть, необходимо... Зачем подгружать номенклатуру? Допустим, нам необходимо составить шаблон договора, в который подтягивать список товаров, в который мы будем продавать данному клиенту и так далее. И тогда уже, чтобы, скажем так, этот процесс автоматизировать по максимуму, можно подгружить номенклатуру и сразу выбирать и заполнять шаблон документа, а он у нас хранится в справочнике товара и услуги. То есть, вот таким образом. Вот таким образом у нас в базе появляется нормативно-справочная информация. Есть еще один вариант. Можно установить типовую методику документа оборота. Это уже заполненная база всеми типовыми данными. Конечно же, там не будет пользователей и данных по нашей организации, но там будет вся информация по видам документов, по шаблонам документов. будут заполнены шаблоны процессов, по которым обрабатываются эти виды документов. Но это будет шаблонная данная, которая разработана сама фирма DINES. Скажем так, это типовая методология ведения документа оборота. Применимо, если у нас нет своей системы разработанной по положению документа оборота в организации и так далее, мы готовы принять, скажем так, сразу правильную сторону и поменять у себя все процессы именно по ведению документа оборота и сразу начать их ввести их правильно, корректно с точки зрения фирмы DINES. Но при этом, скажем так, если у вас уже есть устоявшиеся процессы по обработке документов, какие-то свои регламенты, лучше всего настраивать систему под свои нужды. То есть тут может быть такое вот, скажем так, различие, да, то есть что вам больше подходит под ваши нужды, то и будем настраивать. То есть если вы можете перейти полностью на типовую методику, то можно заполнить базу таким образом. Если существуют свои устоявшиеся бизнес-процессы в организации именно касаемо обработки документов, то лучше настраивать под себя сразу. Посмотрю, возможно, есть уже какие-то вопросы. А нет, значит все хорошо. Окей. Непосредственно давайте перейдем к видам документов. Покажу. Будем смотреть на примере заявления на отпуск. Довольно простой документ, который всем понятен. Как видите, у нас есть в этой базе как раз заполненные виды документов из типовой методики. То есть в принципе по максимуму все вероятные виды документов, которые могут использоваться у вас в базе. Они уже здесь заведены. Ну, единственное, что там нужно их откорректировать. Открываем заявление на отпуск. И что мы здесь видим? Как пользоваться ли? То есть это форма для работы с документом для его предварительной настройки. Все карточки документов, именно заявлений на отпуск, пользователи не будут видеть в таком виде. Они будут видеть его в виде следующем. То есть в виде шаблона документа, реквизита документа и различные вкладочки. Здесь же мы как администраторы, помните, да, сейчас, настраиваем внешний вид и функциональные опции, в данном случае одного вида документов. И что у нас, давайте посмотрим, что у нас есть интересного, что мы можем настроить. Понятно, что настраивается это имя документа, номинование документа. Ну, конечно же, можно его изменить, но, в принципе, тут добавить, наверное, нечего к заявлению на отпуск. Где находят... Ну, то есть можно виды документов группировать по различным подгруппам, по своему усмотрению, но эта информация по группам документов, она только для администратора. Индекс нумерации можно присвоить этому виду документа, но при этом, давайте посмотрим сразу, что такое нумерация. Сам нумератор у нас настраивается на отдельной вкладочке и может, как видите, да, при регистрации назначаться либо вручную, либо автоматически. Конечно же, приоритики всегда автоматически. И посмотрим, что нам предлагает далее программа. Программа предлагает выбрать из существующих видов нумераторов подходящий для нас нумератор. То есть после регистрации документа ему присвоится регистрационный номер, который будет отображаться в формате, который мы ему ввели. Давайте посмотрим, какой-то интересный эмуратор. Как он делает? Например, для бухгалтерских отчетов у нас есть индекс организации. Понятно, что если у нас несколько организаций, если одна, то такой параметр может нам не подходить. То есть его инкрементный номер и слаж, там, год. Таких нумераторов можно создать несколько, создать исключительно уникальный нумератор для каждого документа. Это можно, то есть система это позволяет. И что интересно, еще есть такая фишка, как номер связанного документа. То есть, если, допустим, у нас есть доп. соглашение к договору, то регономер в доп. соглашении может тянуть регономер самого договора. То есть, вот таким образом можно настаивать даже связи именно в нумераторах. Окей. Так. Вот у нас есть вкладочка «Шаблон документа». Здесь у нас вкладочка «Вид документа». Для вида документа можно создать несколько шаблонов. Для чего? Например, у нас есть и организация, и под каждую организацию у нас чем-то отличает, ну, допустим, да, что чем-то отличается заявление на отпуск. Или мы хотим автоматически, чтобы нам заполнялась организация, в зависимости от шаблона. То есть, создать три шаблона для каждой организации, и в каждом шаблоне прописать нашу организацию. Таким образом, чтобы реквизит заполнялся сам. Это, в принципе, тоже возможно. Для этого создаются шаблоны. Обычно используются в документах, в договорах. Понятно, что у нас есть такое понятие, как договор, и могут быть до сотни или даже больше различных вариаций. То есть, какие у нас могут быть договоры, сколько для них шаблонов, договор аренды, договор подряда, договор соглашения, спецификация к договорам и так далее. То есть, для этого как раз есть у нас, чтобы, скажем так, к нему усвоить виды документов. Можно создавать шаблоны документов. То есть, например, создать договор один, вид документа, и создать к нему 10 шаблонов. Договор подряда, договор суд подряда, договор на услуги, договор аренды. Затем создать вид документа, доп. соглашения, и в шаблонах доп. соглашения уже тоже создать различные шаблоны. Доп. соглашения к договору аренды, доп. соглашения к договору подряда и так далее. То есть, рекомендуется делать именно таким образом. И у нас получится, что видов документов, допустим, есть один договор, и в договоре есть несколько шаблонов. Но можно делать и как здесь. По одному виду документа, один шаблонный комент. Так, вот вкладочки наши внизу, если видите, заявление на отпуск. Вот таким образом выглядит интерфейс карточки этого документа. Обязательно посмотрим, как это выглядит из-под пользователя. Сейчас мы в режиме настройки под администратором. Что можно здесь заполнить? Наменование документа можно заполнить так же автоматически. Все, как мы любим. То есть, мы прописали, что наименование этого документа будет заявление на отпуск, и затем наименование второй части будет имя ответственного или имя инициатора этого документа. Там заявление на отпуск Великанова, допустим. Также можно добавить, немножко доработать, добавить еще и дату создания. То есть, таким образом, мы настраиваем отображение и наименование этого документа. Чтобы сразу было понятно, от какого числа документ, кто его подготовил. Обычно, от какого числа документ выводится в списке параллельным столбцом, поэтому рекомендуется, скажем так, не дублировать данные. Подразделение, допустим, и так далее. Или организация. То есть, что для нас важно, то здесь и выбираем. Организация. Как видите, здесь у нас есть вот некоторые поля. Присутствие или отсутствие некоторых полей изменяется, собственно, вот этими галочками, которые у нас есть в карточке настройки вида документа. Эти функциональные опции нам позволяют включать или выключать какой-то механизм работы в карточке. В данном случае, видите, что у нас вести учет по организациям. Эта галочка у нас включала реквизит организации. Вот здесь, помните, он был только что. Отключили галочку, теперь его нет. То есть, с пользователем он невидим, недоступен, его заполнять здесь не нужно. Таким образом, мы настраиваем внешний вид карточки этого документа. И, скажем так, изменяем то, что первым делом необходимо заполнить. То есть, что наши пользователи, на что наши пользователи должны фокусировать внимание, чтобы слишком их не обременять, допустим, лишнюю информацию. Вот гривд доступа. Для заявления на отпуск, скорее всего, нам нужно его будет убрать. Соответственно, здесь необходимо отключить функциональную опцию в настройках программы. Это не регулируется вот этими галочками, которые здесь есть, но можно отключить в целом. Тоже немножко забегаю наперед, да, извините. Будем смотреть это чуть позже. Если мы сейчас включим несколько галочек, давайте посмотрим. Использовать срок исполнения у нас появится дата для указания срока исполнения. Кстати, что интересно, смотрите, если мы выберем галочку «Является договором», у нас автоматически применятся некоторые опции. Если документ является договором, то в любом случае нам нужно ввести учет сторон, ввести учет по организациям. И есть срок действия документа, у документа есть сумма. Учитывать недействующие документы – это значит, что договор разорван, или указывать дату, срок действия. И то, что договор не может являться комплектом документа, поскольку, возможно, знаете, что в системе документа «Обрат» можно ввести не только по одиночной документам, а сразу комплект документов вводить, которые состоят из определенного количества видов документов уже одиночных. И давайте, вот мы выбрали несколько галочек, договор, я оставляю пока для примера. И смотрите, насколько изменился интерфейс карточки документа, то есть то, что будет видеть пользователь. У нас появилась целая табличная часть, у нас появился срок исполнения и так далее. Здесь мы можем также в шаблоне сразу добавлять и, допустим, контрагента. По идее, конечно, плохой пример, да, то есть создать шаблоны документов, договоров для каждого контрагента, но в принципе это возможно. Также, что интересно, поддерживаются многосторонние договоры, то есть более чем одну сторону можно здесь добавить и учитывать, куда-то подписан, и так далее. Номенкотур отделов, хранение, где, в каком томе, в какой папке будет храниться документ, указываем здесь. Давайте пока отключим. Учет сторон, кстати, тоже интересно, можно выбирать, как подписывается документ. Только мы подписываем, только контрагенты подписывают. Обычно мы привыкли, что и мы, и контрагенты, конечно же, подписываем на голову. Тут даже, наверное, не будем останавливаться. Писание должностными лицами. Давайте выключим для нашего заявления на отпуск. Оставим учет по организациям и указание ответственного. Хотя, в принципе, у нас ответственный будет тот, кто и подготовил. Что интересно, кстати, вот есть галочка «Обязательный файл с конкурами оригинала». Если мы ее включим, то при создании документа система будет ругаться и не позволять отправить документ в обработку, если мы не прикрепим оригинал документа. И как система будет знать, что такое оригинал и как мы его прикрепили. Здесь тоже есть, кстати, отдельная настройка. В файликах можно прикреплять данные со сканера напрямую сразу. Давайте посмотрим, как в интерфейсе пользоваться это выглядит. Потому что здесь неприменимо. А также мы системе сами говорим и рассказываем, что вот есть определенные форматы файлов. И считать, что эти форматы являются оригиналами. Это настраивается в общих интераках программы, тоже немножко наперед забегаем. Давайте посмотрим уже. В блоке делопроизводства мы прописали, что скан-код и оригиналов бывают вот только таких форматов. Как видите, здесь это форматы для картинок и PDF. То есть, если мы подгружаем файл в формате Word, система не видит его как оригинал документа, скан-код и документа. Она видит его, что есть просто такой файл. При этом, если мы включим в нашем виде документа вот эту галочку, обязательно файл скан-код и оригинала, то сколько бы документов в формате Word, Excel и так далее не подгружалось в данную карточку документа, система не позволит ее никуда отправить, потому что среди этих форматов не было Word. Да, то есть, вот таким образом здесь происходит настройка учета скан-код и оригиналов. Вот эти две галочки сейчас трогать не будем. Они касаются к настройке прав. Скажу только, что рекомендуется настраивать... Рекомендуется оставлять галочку «Автоматический вести состав участников рабочей группы». А заполнение рабочей группы обязательно ставится для того, чтобы, в принципе, ограничить всем пользователям просмотр и доступ к данному документу, который не является в группе данного документа. А группа сама данного документа формируется по сотрудникам, которые являются инициаторами, и сотрудникам, которые присутствуют в процессе по обработке документов. Ну, тут уже на следующем вебинаре очень подробно здесь разберем. Давайте посмотрим по скану. Покажу. То есть, мы зашли под обычным пользователем, виллоген, и пробуем создать наш внутренний документ. Предварительно запишем, да, то есть... Так, окей. Некоторые моменты, которые в демонстрационных базах всегда выскакивают, нужно их... Окей. Еще раз откроем заявление на отпуск. То есть, вот таким образом выглядит карточка для настройки вида документа. И здесь мы под пользователем пробуем, собственно, создать заявление на отпуск. И давайте посмотрим, что мы увидим. Вот таким вот образом, да, вот у нас отражается организация сразу наша. И вот, как видите, номинование документа, но недоступно к редактированию под пользователем. Почему? Потому что настроено автоматическое формирование номинования. Да, то есть у нас есть, даже так сделано, сравним. Заявление на отпуск, заявление на отпуск. И подготовил. Кто подготовил? Деолуги. Очень удобная штука и удобно смотреть. Также отдельно в закладочках файлы добавить можно. Загрузить с диска по шаблону и сканировать. Собственно, здесь как раз если подключен сканер, то доступна эта опция. Особенно рабочая группа, о которой мы только что говорили. Файлы, резолюции здесь пока нет. Вис согласования тоже нет. Обратите внимание на вкладочку свойств. Мы сейчас будем подробно здесь обсуждать. Здесь хранятся все доп. эквивиты. Закладочка связи, то есть с какими документами наше заявление на отпуск может быть связано с правой подписью и категорией. Если, конечно же, категоризация включена глобально в программе. Если такая опция у нас включена, использовать автоматическую категоризацию. Вот таким образом выглядит карточка со стороны пользователя. Здесь же у нас скажем так есть рычаги. Также в шаблоне можно запретить делать какие-то действия. То есть запретить пользователям удалять файлы, если мы в шаблон подразилили некоторые файлы и их редактировать. Или в принципе менять что-то в этом шаблоне. Если мы прописали, что организация всегда заполняется вот такая организация, что изменять ее нельзя. здесь кажется все рассказала. Давайте посмотрим одну из интересных тем. Как создать эквизит без программирования? Возможно кто-то уже заметил кстати посыпались вопросы. Владислав, смотрите для того, что база 1С позволяет ввести более чем одну организацию в версиях некоторые версии проф, некоторые корп. В данном случае у нас есть четкие ограничения по бухгалтерии. Если бухгалтерия базовая, то мы можем ввести только одну организацию. Если проф и корп, то уже можем несколько. Это лицензионно и в принципе тут ограничений никаких нет. Сколько организаций хотим, сколько можно ввести в базе, но это должны были, но это наша организация. То есть мы их сами создаем и ведем в базе. Понятно, что если условная ООО Ромашка купила программу, то другая организация, которая не входит в группу компаний ООО Ромашка, понятно, что никаким образом доступ к ней не получит в принципе. если у нас есть группа компаний или допустим юрлицо, физлицо и так далее. Скажем так, грубо говоря, три организации два юрлица и одно физлицо, которые в принципе являются одним целым с одним директором и так далее. Тогда понятно, что у нас будет вестись три базы, три организации, можно вести три организации в одной базе и таким образом у нас не будет такой проблемы, что какая-то организация в отдельной базе ведет свои лекарства. Это применимо для групп компаний, холдингов и так далее. Если у нас одна организация, понятно, что у нас будет одна организация ООО Ромашка. По поводу личного кабинета пользователя, вот тут не совсем поняла Вера. Возможно, можете как-то подробно задать вопрос. Смотрите, каждый пользователь, когда заходит в базу, вот мы сейчас зашли под пользователем Белугин, да, когда мы заходим в базу, нас приветствует такая приятная страница текущие дела. Здесь подгружаются все задачи мне, почта, календарь, какие у меня документы на контроле, какие у меня дела заметки, статистика небольшая, какие документы у меня находятся на редактировании и так далее. То есть здесь все данные подгружены под нашего конкретного пользователя. И когда мы заходим в документы оборот под собой, то есть мы сразу видим, какие у меня есть задачи, что мне нужно сегодня делать, какие задачи мне поставили. и так далее. То есть можно сказать, что это мой личный кабинет в документе обороте. Это моя перспектива видения, что мне нужно как пользователю, чем мне нужно заниматься на работе. Вот таким образом. Возможно, Вера, вот это имели в виду, постаралась ответить. Окей. Что ж, давайте перейдем к настройке создания до префизита. Переходим в режим администрирования, пользователя, администратор. И, возможно, вы уже заметили, что есть вот такая гиперссылка у нас. Набор дополнительных свойств документов данного вида. если мы сюда нажмем, куда мы провалимся? Мы провалимся в отдельные справочные дополнительные реквизиты, где можно, как вы уже возможно догадались, создать свой личный дополнительный реквизит к каждому в принципе виду документа. Да и не только документа, к объектам в базе. Промотав немного, можем видеть, что единичка это присутствует один док-реквизит, кто-то тестировал. Тут есть два, а в направлении на командировку там целых семь дополнительных реквизитов. Количество не ограничено, можно создавать док-реквизит в среднем сколько угодно к каждому объекту. насколько скажем так у нас насколько будет целесообразно. Что ж, давайте добавим новый. Можно делать реквизиты допустим общими для некоторых видов документов, то есть такие наборы. Сделаем простой реквизит, галочку для заявления на отпуск. Наверное, важно согласовано ли это с графиком отпусков. является ли отпуск плановым. Назовем номинование плановый отпуск. Заполняя документ мы хотим заполнить галочку это является плановым отпуском или нет. здесь наставается тип данных пока просто ставим булева булева значит галочка как здесь. Можно выбрать дату, строку, число и в принципе любой справочник который у нас есть. или другой справочник. Можно также выбрать основной тип данных. То есть у нас будет галочка и допустим выбор из нескольких значений, список. можно также настроить формат, но мы пока оставим. Также настраивается видимость, доступность реквизита, это же такая более техническая сторона, но при этом без программирования. То есть мы сюда зашли под пользователем администратора, это пользовательский режим. Мы не пишем код и настраиваем все данные допустим видимости вот в таком формате user-friendly. Записали реквизит. Видимость, доступность у нас всегда. Вот оно более и давайте посмотрим где у нас появился данный реквизит в шаблоне документа. Можно перезайти. вот видите у нас на закладочке свойства появился новый реквизит. Давайте посмотрим как он выглядит со стороны пользователя. вот есть вкладочка свойства это два допрекредита которые уже были созданы ранее не нами в данном случае мы создали только вот эту галочку при заполнении документа нам нужно чтобы пользователь поставил эту галочку то есть это плановый отпуск он согласован с внесен в график предварительно согласован или нет но как вы знаете довольно тяжело найти и объяснить человеку как найти реквизит который нужно заполнить правильно нам нужно его вывести в самое видное место и поставить допустим на закладочку реквизиты где-то сюда на фронтальную страничку это должно быть один из первых что видит пользователь давайте посмотрим как это сделать заходим под администратором создаем нашу заявку здесь таким же образом у нас отображается вот в закладочке свойства в этом документе который мы еще в принципе даже не создали нажимаем еще настройки и изменить форму то что откроется в принципе покажется поначалу сложным но здесь можно легко и просто разобраться здесь мы настраиваем форму что видим что не видим в форме документа сразу видите на каком реквизите мы остановились такой реквизит в списке нам и показался есть какое-то сходство есть папочка реквизиты файл утверждения резолюции это сходится с закладочками которые есть у нас в самом документе так давайте просто перетащим вот этот реквизит то есть его настройки видимости в какую-то другую вкладку вкладку реквизита группа группа давайте пока сюда берем и перетаскиваем группу реквизита вот у нас плановый отпуск и перетаскиваем его вот между грифом и проектом да что будет или также можно под группу папка окей окей сохранить как видите тут же реквизит исчез появился вот здесь вот таким простым движением у нас реквизит появился здесь но мы настроили форму только для одного пользователя как же нам расшарить все эти настройки которые мы только что здесь сделали у других пользователей для этого нам нужно скопировать настройки интерфейса от администратора для всех пользователей сделаем это таким вот образом заходим в пользователя администратор так и настройки как видите здесь можно копировать отдельные настройки внешнего вида различных объектов давайте найдем внутренние документы форма выбора форма списка нам нужна форма внутреннего документа обычная то есть была форма внутреннего документа убедились что выбрали всех пользователей жмем выбрать и как видите идет копирование настроек перезаходить программу для этого не нужно чтобы проверить нужно всего лишь переоткрыть форму документа давайте еще раз можем под пользователем смотрим нужно будет перезайти все-таки ждем пока загружается опять паза пользователем и смотрим еще раз документ внутренний заявление на отпуск вот у нас появилась галочка здесь плановый отпуск то есть без программирования без каких-то сложных движений мы сами создали и поднесли на главную вкладку дополнительный реквизит понятно что реквизитов можно создавать сколько угодно и лучше всего использовать типовые но при этом у нас вот эти все доп реквизиты они конечно же учитываются их можно выводить и в задачи и в процессы и в документы если вдруг чего-то не хватает можно создавать что же давайте тогда посмотрим одну из главных фишек документа оборота он умеет заполнять документы файлы файлы документов у нас есть заявление на документы нам нужно создать к нему шаблон файла нам повезло и есть уже подготовленный вариант вот этот документ давайте его еще параллельно откроем посмотрим я создала простой шаблон документа очень-очень простой понятно что если мы создаем шаблон договоров и так далее это будет многостраничные документы в которые нужно настраивать очень много реквизитов и понятно что по времени мы не успеем значит что у нас есть обычный текст но как видите серые поля это заполняемые поля как их создать тоже обычным способом магии не нужно ничего качать не нужно давайте попробуем добавить еще раз еще одно поле после даты в самом варде открывается настройка параметры здесь жмете настроить ленту и в правой колоночке есть раздел который по умолчанию нам не видим это режим разработчика включаем его смело и смотрите появляется у нас закладка разработчиков тут тоже не пугаться здесь нам нужна пока что только одна кнопочка это создание поля таким вот образом вот как видите в том месте где был курсор создалось поле затем настраиваем свойства и здесь тоже внимательно нам нужно присвоить этому полю уникальное номинование для того чтобы мы его потом смогли найти и понять что это за поле зачем мы его создали что оно должно обозначать в данном случае у нас будет здесь от кого но при этом как видите у нас уже есть такое поле от кого давайте поставим тогда единичку чтобы каким-то образом номинования отличались окей вот у нас есть уже заполняемые есть поля для заполнения вот эти номинования которые у нас здесь отображаются они исчезнут и вместо них подставятся реквизиты из базы давайте посмотрим а каким же именно образом подтягиваем файл в закладочку файла в настройки вида документа не в сам документ а в настройки вида документа и есть у нас тут же написано настройка заполнения не настроена открываем тоже возможно покажется немного сложным но разобраться можно здесь есть все реквизиты которые есть в документе и система узнала только одно совпадение организацию а что же делать с другими нужно немножко систему подтолкнуть то есть у нас есть два поля от кого и нам нужно перетащить скажем так настроить так чтобы документ подтягивался в тот поле который стоит в реквизите подготовил раз окей тут нужно записать и затем у нас будет результат так смотрим далее что у нас еще есть такие поля сразу скажу что филодиректора мы сейчас в нашем примере не будем заполнять тут нужно писать скрипт сейчас покажу где это пишется от кого запомнить дату начала отпуска и дату окончания отпуска и дату создания документа так у нас есть дата создания и выбираем вот эти наши уникальные номинования поля в самом файлике вот этих полей почему уникальное потому что нам нужно чтобы они все отличались для того чтобы можно было выбрать один конкретный реквизит а не несколько дата создания это просто будет у нас дата и настраиваем и настраиваем даты начала и окончания отпуска как видите здесь вот это тоже наш доп реквизит который мы только что создали он тоже здесь подтянулся то есть его можно там выводить свой документ все что угодно для нашего облегчения работы дата начала отпуска раз и дата окончания отпуска окей заполнили готово сохранили так открываем еще раз и смотрим еще раз настраиваем поле подготовил уже для следующего поля от кого один который мы только что создали и смотрим здесь эта система превратила некоторые наши реквизиты в скрипты если допустим какого-то реквизита нет или нужно что-то посчитать допустим количество дней самого отпуска при этом что у нас есть дата начала отпуска дата окончания отпуска то есть мы можем прописать скрипт чтобы система сама посчитала количество дней и прописала в документе и конечно же мы выведем для этого поле и готово давайте посмотрим есть такая опция проверить настройку заполнения это можно сделать на любом документе давайте выберем данный документ смотрите да то есть у нас сразу видно да что документ заполнился заполнилась организация от кого в два раза но при этом есть некоторые поправки которые нужно внести а именно это отображение формата даты сейчас мы этого делать наверное не будем остается очень мало времени но то есть сразу видели да что если у нас есть очень долгий длинный документ большой договор которым нужно заполнять реквизиты нашей организации контрагента редактировать допустим суммы прописью в документе понятно что этого сейчас никто не делает вручную документы оборот предлагает такой функционал инструмент для работы именно с документами то есть мы потратим на один большой документ грубо говоря несколько дней чтобы настроить корректное четкое отображение всех реквизитов да то есть всех форматов потянем все скрипты и так далее и потом в принципе нам ничего не нужно делать пользователь который создает этот документ давайте посмотрим как под пользователем что мы увидим предварительно конечно же мы сохраним шаблон документа и под пользователем нам нужно будет еще раз создать документ и под пользователем смотрите что мы видим да то есть что есть подтянут файл это шаблон файла давайте заполним все реквизиты в том числе и вот эти даты рандомные даты записали смотрите здесь идет создание задвиние на отпуск документ создался и открывая этот документ мы сразу видим да что у нас да конечно же не в том формате но это уже мелочи это исправляется но заполнились автоматические поля то есть я хотела продемонстрировать вот такой инструмент что он работает и что он настраивается понятно чем больше полей тем больше нужно его настраивать но приятно то что это разовая скажем так трудозатрата да вы посидели несколько настроили да помучились но при этом у вас любой пользователь допустим у вас 200 сотрудников все договора и у них уходят полдня на создание и редактирование вручную варде всех договоров понятно что здесь это очень сильно облегчит время и деньги вашей организации то что сотрудники не будут тратить на вот такие вещи на редактирование файлов очень много времени понятно что нужно проверить что именно заполнилось да если нужно там тратить ошибки но таким образом тратится намного меньше времени сотрудников и можно скоординировать их работу куда-то другое русло на это время еще кратенько покажу рассылку отчетов немножко уже время поджимает но ничего самое интересное мы посмотрели и еще тоже интересно это рассылка отчетов что это такое у нас есть документы обороты типовые отчеты которыми мы пользуемся в каждом разделе есть список отчетов типовых по документам входящим исходящим самое любимое мои отчеты это отчеты о просрочке конечно же и давайте посмотрим допустим список неотработанных документов есть такой отчет мы настраиваем что мы хотим посмотреть внутренние документы у которых состояние не исполним и не изолистирован и дайте посмотрим и выводится список документов понятно что там 3500 дней без действия это более чем неадекватно мы все знаем что такие цифры очень пугают но при этом здесь можно это демонстрационная база для этого она нам и нужна документ висел с 11 года это в обычной рабочей базе конечно же недопустимо но здесь мы можем посмотреть на такие артефакты и смотрим список да что какие документы не отработаны что за вид документа в каком состоянии он остановился и кто ответственный сразу с телефоном нам необходимо для продуктивного проведения планерки в понедельник утренний на каждую неделю разбирать такие документы например это к примеру понятно что у каждого различные запросы отчеты и требования и так далее но допустим нам нужно видеть такой отчет каждый понедельник в 9 утра что же нам делать заходить в ручную и смотреть а если нужно по каждому сотруднику отдельно смотреть заставлять каждого сотрудника под собой смотреть вот этот отчет и затем отчитываться по нему конечно же нет можно передать эту задачу в системе так давайте откроем еще раз раздел настройка администрирования рассылки отчета создадим новую в данной форме у нас настраивается опция для рассылки вот этого отчета его можно отправлять указанным получателям да то есть допустим у нас есть все сотрудники и мы хотим и мы хотим публично увидеть этот отчет по всем сотрудникам в одном виде чтобы он пришел всем сразу и выбираем получателя пользователя или же мы хотим чтобы приватно в понедельник в 9 утра каждый сотрудник получил этот отчет но уже с отбором исключительно по себе да то есть чтобы он не видел не отработанных документов других сотрудников а только по себе то есть такой вариант тоже возможен или допустим только мне вот мы сами там руководитель да своя организация и мы хотим видеть данный отчет но не хотим заходить в программу и жмякать на кнопку и смотреть да вот мы сбываем это делать нет времени нам нужно чтобы сразу приходил отчет на почту готовы это для такого случая в форме выбираем какой именно отчет нам нужен список не отработанных документов можно выбрать несколько сразу неограниченное количество отчетов можно выбрать вопрос конечно в продуктивности но тут уже наверное выбор за каждым и здесь как видите у нас есть некоторое совпадение где-то мы уже видели вот эти фильтры это как раз фильтры которые присутствуют в самом отчете не заходя в отчет мы можем добавлять или исключать какие-то опции то есть присылать в отчет отбирать те документы которые более чем 10 дней бездействия допустим если там вчера не отработали документы делали сегодня то окей такое не присылать окей окей то есть тут такие вещи настраиваются можно там если очень сильно уже заморочиться то там добавить сортировку настроить группировки различные интересные для отчетов и таким вот образом настроить внешний вид отчета как он будет отражаться какие данные туда будут подтягиваться собственно что касается понедельника нашего нам нужно здесь настроить расписание настраиваем еженедельно допустим не снимаются галочки почему-то окей еженедельно по понедельникам значит 9 утра у нас плаерка ну давайте хотя бы 8 где-то к сожалению 8 у нас будет приходить на почту вот такой прекрасный отчет указываем ответственного кстати вот здесь очень важный момент если у нас допустим есть там какой-то пользователь который настроил настроил данный отчет данную рассылку отчета и указал себя а затем к сожалению уволился если в базе мы отметим что пользователь неудействительен то вот эта рассылка отчета она упадет поэтому желательно указывать какого-то пользователя который вот шаблонный да допустим тот же администратор который будет постоянно это очень важно очень много ошибок связано с этим здесь также можно настроить в формате html отображение самого письма и различные тоже фичи которые можно здесь указать это отправка либо по почте обычно да обычно по почте отправляется или там публикуется в папку на сервере или в нашем документообороте от кого оказываем что от системы четной записи или от администратора и так далее то есть вот таким образом у нас настраивается рассылка отчетов каждый раз заходить сюда в понедельник в 8 и нажимать кнопку выполнить сейчас не нужно для этого у нас есть там мы не указали получатели и попробуем чтобы все было корректно записать нажимать на кнопку выполнить сейчас не нужно это делает программа сама можно посмотреть как она это делает как она справляется с нашей задачей заходим в поддержку обслуживания регламентное задание есть отдельное регламентное задание которое на этом и завязано на рассылке отчетов как видите у нас был до этого еще одна рассылка отчетов вот она здесь и рассылка отчетов не отработан документ немножко ошибки ну окей то есть работает у нас система таким образом давайте посмотрим вопросы есть много вопросов это очень хорошо меня очень радует так владислав если организация не имеет статуса управляющих компаний но у нее есть дочерняя организация могут ли они ввести учет в одной базе на табор да могут но здесь это завязано на таком вот человеческом факторе да то есть если один гендиректор там почему бы нет то есть это зависит от решения принятого гендиректора если возможность группировки по добавленным реквизитам да то есть мы в отчет можем вывести тот реквизит который мы создали или несколько и допустим вот такую тоже задачу делали недавно во входящий документ добавляли там галочку что документ отработан ответ отправлен входящий и нам нужно было создать отчет ну то есть как создать посмотреть отчет под пользователем какие документы входящие еще нуждаются в ответе а какие нет то есть мы обычно взяли отчет по входящим документам добавили туда в пользовательском тоже режиме вывод нашего созданного допеквизита и смотрели уже наш отчет да все верно если мы копируем настройки всем пользователям то их настройки сотрутся здесь я вам показала такой скажем лайфхак то есть как создать у нас есть два варианта нам нужно создать допеквизит документа вариант первая мы берем разработчика заходим в конфигуратор разработчик создает допеквизит настраивает в конфигураторе видимость доступность реквизитов и так далее и загружает базу эти изменения это первый вариант и второй вариант тот который мы с вами просмотрели конечно же ну тут разработчикам может показаться что конечно же проще это работать разработать зачем париться через пользовательский режим но все мы знаем что обновляя базу все вот эти наши доработки они немножко могут кусаться да понятно что сейчас уже немножко другая история с обновлениями и доработками через расширение но здесь есть в документобороте альтернатива что мы можем не только создать свой допеквизит вручную да еще его вывести в то место в котором нам нужно его видеть мы хотим его видеть и все это через пользовательский режим без привлечения разработчика то есть вот здесь вот такая фишка так к сожалению есть некоторые минусы что чтобы расшарить вот эти изменения формы нам нужно расшарить настройки видимости одного пользователя да при этом затрутся настройки других пользователей но при этом если у нас пользователи не очень сильно там играли с настройками у них просто нет настроек своих они даже не знают что можно изменять форму конечно же в таком случае ну вот ничего плохого не случится но понятно что нужно тут смотреть на то как работают сотрудники можно ли скопировать настройки только одного документа одного вида документа нет но есть различия да то есть можно входящий отдельно можно исходящий отдельно внутренне отдельно как мы видели или там тоже были настройки еще раз зайдем посмотрим вам покажу что есть настройки по различным формам документа то есть есть форма выбора документа есть форма списка внутренних документов выбор типа связи или форма самого документа то есть по таким фичам можно выбирать здесь в списке есть фоны можете кстати тоже зайти в демонстрационную базу посмотреть что можно копировать задачи процессы и так далее да да Андрей все абсолютно верно можно посчитать количество дней между датами и вывести это количество заявления конечно но при этом тут на полчасика нам нужен будет разработчик написать скрипт для того чтобы сказать системе что нужно взять дату начала отпуска дату окончания отпуска посчитать количество дней и вывести да тогда будет все супер тут это не трудозатратно это полчаса или даже меньше работы именно разработчика но плюс в том что один раз настроили и можем расшаривать скажем так на большое количество видов документов или по там для похожих каких-то механизмов если нам нужно будет еще где-то там считать количество в одни допустим и так далее по бешевной интеграции да планируется вебинар кстати уже были ранее вебинары по бешевной интеграции если интересно можете посмотреть на нашем канале в ютубе но будет еще раз в жилом режиме где можно будет задавать живые вопросы да можно можно расширение да возможно рассказывала о расширении механизм который разработан недавно платформенный для основном для доработки без необходимых то есть изменения не происходят в самом конфигураторе самой базы а изменения у нас происходят дописываем расширение и как бы накладываем на основную конфигурацию и таким образом механизм позволяет безболезненно обновлять типовую конфигурацию но при этом сохранять все наши доработки которые были именно в расширении что ж давайте еще наверное 5 минут пробежимся чтобы сохранить наш план обзор общих настроек программы пробежимся по разделу настройки программы настройки поблочные общие настройки здесь включаются функциональные опции для всей базы то есть если здесь в настройках программы общие разделопроизводства и так далее мы включим или выключим какую-то опцию она пропадет всех пользователей в нашей базе что у нас будет использоваться допустим версионирование объекта то есть будет ли у нас храняться мы создали карточку заявления на отпуск потом ее переделали а потом решили не надо вернуться к прежней версии но не помню что там было посмотреть версии по объектам можно если мы включим сейчас оно включено то мы можем смотреть версии каждый пользователь сможет по документам и видам документов которые им доступны но если выключим оно пропадет сразу у всех пользователей нашей базе эмоциональная опция будет не доступна что интересно кстати точечно расскажу инструкция мы когда под пользователем выполняем какие-либо действия даже создаем документ внутренний заявление на отпуск родной вы заметили что справа есть вот такая инструкция это типовая инструкция документа оборота для облегчения работы жизнепонимателей если они вдруг запутаются при этом если есть возможность писать свои инструкции и загружать их в форму соответствующих документов здесь же у нас функциональная опция настройки программы инструкции использовать их или нет обычно рекомендую чтобы использовали если вдруг что-то там испортили можно загрузить сразу типовые и заменить обычно инструкция у нас здесь в разделенции по документам можно загрузить из файла обновить собственно инструкция и условия отображения для какого вида документов в каком состоянии это очень гибкая настройка для инструкции обычно используется допустим если у нас при приеме на работу нового сотрудника не проводилось очень сильное обучение по работе с программой просто запускаем пользователя в программу и даем указания читая инструкция тогда вот такой вариант в принципе очень даже рабочий так полный текстовый поиск конечно знаем что это это поиск по ключевому слову в целой базе включая файлы и файлы не только в формате текстовом формате то есть не только вортекс и так далее а еще и чпак и пдр поиск по картинкам используется ли календарь форум электронные подписи что еще интересно здесь наверное не будем трогать процессы и задачи это тема для отдельного вебинара как их настраивать очень много есть фишек по делу производства понятно что основная опция у нас для нас очень важны используется ли связь документов используется ли виза согласования конечно же что рекомендуется все здесь вставлять тоже такие опции файлы уходящих или уходящих документов в принципе можно ли в системе добавлять файлы основная валюта и основные настройки рекодирование кстати категоризация документов можем ее в принципе выключить как функциональную опцию для всей базы и пропадут отовсюду вкладочки категория то есть невозможно будет подобрать категорию если нам этого не нужно в принципе можно снимать галочку пока у нас база демонстрационная лучше пусть все будет учет обращений граждан используется для государственных учреждений вопросы деятельности отдельный справочник тоже заполнен обычно здесь технические данные по работе с файлами включение или выключение опции ведения учета по проекту по проектам конечно же мы сейчас осматриваем версию корп в версии проф календаря проекта почвы нет но при этом в версии проф также присутствуют все основные функции которые мы так что рассматривали автозаполнения есть рассылка отчетов есть все те же виды документов можно настроить единственное что отличается немножко по работе и настройке процесса обработки документов настройки для почты для своего аккаунта если конечно же версия корп здесь настраивается обмен данными и технические некоторые данные в следующем вебинаре будем смотреть на права доступа расскажу подробно какие есть уровни доступа как они работают их логика и бонус краткое руководство как быстро оперативно исправить ошибку с правами доступа у пользователей это очень классное руководство расскажу на следующем вебинаре который состоится календарь по плану 14 декабря если вдруг что-то изменится то пришлем рассылку обязательно это же по 14 числе еще тоже будет рассылка что ж останавливаю танцеляцию рабочего стола что ж хорошо пока вопросов больше не вижу спасибо за ваши благодарности будем проводить следующий вебинар и приходите всем спасибо до свидания